срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта моя специализация joomla и wordpress итак в этом обзоре элемент обновился версия 312 новый виджет мега меню и новая верхняя панель это основные конечно к обновления которых хочу сказать в этом видео более детальные возможности можете посмотреть на сайте производителя в статье чтобы увидеть новый мега меню новый верхний бар с настройками нам нужно сначала и включить давай сначала посмотрим плагины вот у меня есть элемент элемент про видно что последняя версия на момент записи видео 312 2 то есть это естественно обновление касаются именно про версии элемент мы переходим сначала элемент настройки нужно сначала так активировать перейдем функционал эксперименты и чтобы увидеть новые настройки то есть новые верхние панели управления глазами разработчиков что это вроде как более удобно все наверху будет находиться в это можете потом отключить если вам не понравится вот этот эдитор топ-бар его надо обязательно сделать активным чтобы его увидеть пока статус обращаем внимание в альфа то есть ранняя разработка и меню делаем активный как раз возможно сделать мега меню тоже пока это у нас сами альфа и внизу нажимаем настройки сохранить изменения после этого переходим страницы добавляем страницу в режиме элементар кстати нужно еще заметить что элементар обновил цветовую гамму палитру именно админской части своей такие темно серо фиолетовые оттенки мне кстати это нравится ведь вот все иконочки там фиолетовый так далее вот я зашел в режиме редактирования страницы получается все элементы управления которые вы видели внизу там кнопка сохранить черновик они переместились теперь наверх то есть вот такая классическая страница управления только теперь вот эта кнопка видите вот это у нас получается по клику можно вызвать еще меню контекстное истории конструктор тем там горячей кнопки или вот эта кнопка это выход так сказать консоль wordpress по плюсу это вызов вот этих виджетов сбоку дальше настройки сайта если я нажимаю вот они настройки сайта появляются если опять нажимаю возвращаюсь так сказать предыдущее положение и дальше структура это вот эта наша структура появляется всех элементов дальше вот это это по шестеренке мы можем название страницы поменять иконки переключения там планшетная мобильная версия иконка поиска но это тоже самое все элементы просто они переместились наверх дальше помощь и предпросмотр и опубликовать его 10 по стрелке можно сохранить как черновик сохранить как шаблон не знаю думаю надо к этой панели управления привыкать но в этом видео я воспользуюсь этой панелью теперь смотрим что за зверь такой мега меню по плюсу нажимаем в поиске ищу меню вот иконка этого меню вот это меню перетаскиваем на холст вот у нас есть три меню по умолчанию одно я вот удалю давайте их сразу назначим раскрывая первый пункт пускай это будет главная страница и вот кстати как сразу можно привязать у меня же есть по сути страницы вот у меня есть этот же сайт готовый тут есть и woocommerce магазины страница главное поэтому я могу я здесь легко назначить вот здесь вот я кликаю по иконке по этой баночке здесь я выбираю сайт внутренняя ссылка потом я кликаю по иконке вот этому гаечному ключу здесь я выбираю содержимое здесь я просто нажимаю на все и начинаю искать уже созданную страницу вордпрессе у меня по русской по русски называется главное начали на ее набирать она здесь появляется я ее просто здесь выбираю и страница подвязываю просто главную чтобы ну я хочу чтобы этот пункт вел на главную следующий пускай будет каталог продукции у меня есть там магазин то есть эти пункты это будут простые пункты меню но мы сейчас каталогу подвяжем всплывающую плашку мега меню то есть мега меню это контент который можно разбивать на колонки и в колонке помещать разный контент картинки видео фото любые виджеты элементар прямо вот по сути в меню можно разместить вот всплывающие меню но звать так и есть мега меню а назначаю я сейчас просто чтобы вы видели как бы что эти пункты тоже можно вот так вот легко привязать здесь тоже внутренняя ссылка кликаю сюда здесь я выбираю содержимое ищу пункт меню магазин вот он меня здесь есть он вы находит теперь любой пункт меню которого здесь создадите да то есть вот по кнопке добавить элемент вы создаете просто менюхи какой-то из пунктов вы захотите сделать вот этим как раз мега меню вот допустим каталог здесь я нажимаю видео drop down контент переключаю появляется стрелочка вот здесь вы видите и по клику по стрелке появляется этот плюс куда я могу нажать и в загрузить туда контент я нажимаю плюс выбираем соотношение колонок то есть продумайте какой контент где будет вот я просто беру одну сплошную колонку дальше опять по плюсу нажимаю вызываю виджеты я хочу сразу товара сюда вставить наглядно чтобы было в поиске ищу ну или ищем товар либо вот вкладка woocommerce опять же эта вкладка у вас будет только если у вас woocommerce на сайте установлен вот у меня есть товары я могу просто так перенести и допустим хочу вот настроить то есть у меня магазин электросамокатов допустим вот и я делаю вот здесь вот ряды один ряд вот так хочу допустим дальше запросы потом исключение хочу исключить выбрать вручную и вот здесь вот видите у меня несуразный какой-то картинка тест я вот пишу тест и исключаю тест и оставляю только вот такие красивые товарчики и соответственно включить его вот здесь вот источник выбираете последние товары это вы можете выбрать распродажа какие товары вообще сюда будут подать в мега меню теперь допустим выпадающую плашку как вот цвет там рамку я хочу то есть вот наводим мышь вот здесь видите с краешку есть редактировать контейнер нажимаем стиль и просто у меня там черный дизайн вот так вот заливаю границу хочу сделать делаю сплошную и делаю границу красного цвета далее возвращаюсь вот сюда по карандашку в самом меню вот видите редактировать меню здесь давайте другие моменты рассмотрим drop down эффект к сожалению здесь вот ну понятно при наведении при клике мыши чтобы разворачивался мега меню пускай будет при наведении я надеялся здесь увидеть больше анимаций а только есть и анимация скажем проявление вот такая вот длительность анимации дальше переключение меню здесь на самом деле с мобильной версии что происходит давайте посмотрим здесь вот такой вот responsive settings то есть адаптивный дизайн здесь вот я хочу выбрать на мобильном устройстве чтобы появлялся гамбургер то есть получается смотрим на планшете в меню не меняется на развороте вот этот у нас планшет то есть меню выглядит также колонки перемещать то есть это мобильно адаптивно уже все не надо тут заморачивается видите перестраиваются колонки автоматически здесь все хорошо а вот этим моментом вы решаете на этом устройстве вот видите гамбургер появляется и вот здесь переключатель вот он с краю вот он по клику видите можно выбрать его здесь или я хочу чтобы это только было вот на мобилке то есть на планшете будет как обычное меню вот сюда заходим появляется этот гамбургер то есть вообще как это выглядит то вот так вот разворачивается вообще меню цвета всего можете настроить и потом еще вот так вот разворачиваете вы мега меню надеюсь для вас был урок интересен и полезен а я жду ваше мнение впечатление о новых обновлениях элементар pro в комментариях под этим видео на этом я с вами не прощаюсь и увидимся с вами следующих видео пока пока друзья